2017 год столетия Великой Октябрьской революции. Событие, которое разделило историю на до и после. Именно сейчас внимание широкой общественности приковано к этой теме. В музеях большая часть выставочных проектов посвящена революционным событиям и искусству, которое породила революция. На федеральных каналах аналитические и исторические программы раскладывают на составляющие события 1917 года, не обошли стороной тему революции режиссеры. Демон революции Троцкий, подлинная история революции. В той или иной степени эти фильмы и сериалы рассказывают о страшных событиях 1917 года и их последствиях для страны. Особняком в этом списке стоит фильм Алексея Учителя Матильда. Революционным событиям он не посвящен, но в его центре фигура Николая II, последнего русского императора. Попытки фальсификации российской и мировой истории, дискредитация, глумление клевета на одних из самых почитаемых святых нашей церкви, царя-страстотерпца Николая II и членов его семьи. В этом и не только обвиняли создатели Матильды. Фильм Алексея Учителя Матильда наделал много шума еще до выхода его в прокат. Многие общественные организации боролись за то, чтобы этот фильм в принципе было запрещено показывать на территории Российской Федерации. Однако, как и было запланировано, премьера состоялась. 26 октября Матильду смогли увидеть в том числе и в Рязанских кинотеатрах. Ну а мы в нашем сегодняшнем материале попытаемся разобраться, как же приняла этот фильм общественность нашего города. Отметил бы кто-нибудь выход этого фильма, если бы не шумиха, поднятая вокруг него, неизвестна. Теперь же на его просмотр идут, хотя бы для того, чтобы понять, имеют ли все эти обвинения под собой реальную основу. Публика к нам приходит абсолютно разнообразная на этот фильм. Честно сказать, я считаю, что это все черный пиар, то есть не имеет общего ничего с реальностью. То есть режиссер хороший, Алексея Учителя я очень уважаю как режиссера и принимаю его картины. Здесь, наверное, важно сказать о том, что каждый человек выбирает для себя сам. То есть как мы приходим домой, мы включаем тот канал и те телепередачи, которые нам интересны. То есть точно так же в кино человек может пойти на этот сеанс, посмотреть этот фильм, а может просто проигнорировать его. Для того, чтобы познакомиться с нашумевшим фильмом, мы отправились в один из кинотеатров. Ну что ж, свое мнение о Матильзе мы уже составили, но об этом ни слова. А теперь узнаем, что думают об этом фильме те, кто находился вместе с нами в зале. Фильм очень хороший, очень-очень замечательный фильм. Он никого не отхватывает, он все очень красиво, все это, ну вот пока впечатление пока, знаете, такое вот, очень все хорошо. Смешанные чувства какие-то, значит, фильмы смешанные. Ну так фильм интересный, но просто, ну такое ощущение, как будто очень много все-таки из истории переврали. Хоть это и художественный фильм, но все равно какое-то, ну не очень приятное чувство. Я не понимаю, почему его нужно было закрывать, не показывать. Ничего в этом нет такого зазорного. Он с артисты на сцене обнаженный. Это наша история. Знаете, у меня переполняет чувства. Фильм такой красочный, богатый, красивый. Артисты подобраны. Очень здорово, я очень довольна. Фильм очень интересный, исторический, очень важен наше время и для молодежи, и для нашего поколения. Раскрыт образ Николая Второго, как человека, который способен любить по-настоящему. Но, к сожалению, все могут короли, кроме того, что жениться по любви. В своих интервью Алексей Учитель не раз отмечал, что в фильме он хотел показать Николая Второго именно как человека, а не как будущего императора. И, как видите, по мнению зрителей, у него это получилось. Но понимают ли они, что данный фильм весьма вольная интерпретация реальной истории? Какие именно отношения связывали цесаревича Николая и известную балерину, сегодня сказать сложно. Но есть некоторые исторические факты. Например, дневниковые записи, как самой Матильды Кшесинской, так и Николая. Доподлинно известно, что знакомство балерины с цесаревичем произошло в 1890 году во время спектакля, посвященного выпускному вечеру императорского театрального училища. По традиции на нем присутствовала и императорская семья. После спектакля во время празднования сам Александр Третий усадил Матильду рядом с Николаем и попросил ее не слишком флиртовать. В дневнике Николая Второго об этом не строчки, а вот Матильда написала следующее. Влюбилась в наследника с первой нашей встречи. В дневниках Николая якобы также есть запись о Матильде, но двумя годами позже. Я страстно полюбил, платонически, маленькую К. Удивительная вещь в наше сердце. Вместе с этим я не перестаю думать об Алекс. Право. Можно бы заключить после этого, что я очень влюбчив. До известной степени да. Но я должен прибавить, что внутри я строгий судья и до крайности разборчив. Одним из первых Матильды увидел доктор исторических наук Петр Акульшин. По долгу службы, как он сам нам признался, фильм его не впечатлил ни в художественном плане, ни в историческом. С точки зрения истории. Там, кроме того, что был Николай II, у него была, так сказать, ну, любовница, называют так речи с именами. Магмазель Кшесинская. Она, поскольку была незамужней, она в эмиграции вышла. Шла уже замуж, то он появляется, а великий князь, вот за него. Он был помадший. Что была ходы, как ронация Александровна Федоровна и катастрофа Царского пояса до своего времени, все больше ничего там достоверного. Какими бы ни были отношения между будущим императором и Матильдой Кшесинской, в них была поставлена жирная точка после обручения цесаревича с принцессой Алисой. Сценарий фильма полностью противоречит этому историческому факту. Пожалуй, сама по себе Матильда Алексея Учителя не так страшна для нашего общества, как незнание родной истории. Только в этом случае человек может решить, что перед ним не художественный фильм, а документальное изложение реальных событий. Кстати, об этом же говорила глава императорского дома, которая буквально на днях посетила Рязань. Жалко, что люди ознакомятся с историей только таким путем, и у них остается неверная, неправильная информация. Я часто тоже спрашиваю, а как запретить это. Нет, ни в коем случае, это только дать нас еще больше внимания на этот фильм. И все, так что, пожалуйста, каждый может идти и посмотреть. Слабый сценарий, слабая режиссерская работа, несоответствие фактам истории – вот заключение, которое делают многие после просмотра Матильды. Но должен ли художественный фильм соответствовать фактам истории и насколько допустима вольная трактовка исторических событий – пожалуй, это один из самых сложных вопросов художественного творчества. Но при всем этом того, что могло бы затронуть чувства верующих, не заметили ни обычные зрители, ни историк. А ведь именно на это не раз делался акцент в обсуждениях Матильды. Мы решили узнать мнение православного священника, который принимал участие в дискуссии по поводу того, какой должна быть реакция православной общественности на этот фильм. В первую очередь отец Дмитрий отметил, что к году столетия революции было бы логично подготовить серьезные аналитические фильмы о том страшном времени, которые заставили бы общество задуматься о прошлом и не допустить подобного в будущем. А в итоге мы видим фильм, который весьма поверхностно судит о фигуре последнего русского императора. Мне очень близка позиция известного актера Василия Ливанова, который вообще дистанцировался от обсуждения этого фильма. И он сказал очень замечательные такие слова, что вот те люди, которые сняли подобный фильм про государя Николая II, косвенным образом они согласны и поддерживают тех людей, которые уничтожили его семью. Но что касается оскорблений и чувств верующих с точки зрения отца Дмитрия, вне рамок уголовного права оно, несомненно, присутствует. Еще раз хочу сказать, что портрет государя, который там представлен, он очень искаженный портрет. Исторически он искажен. Это, несомненно, в угоду художественному вымыслу. В какой-то мере, наверное, допустимо, но в данном случае я считаю, что это недопустимо. Государь – это великий святой. И более того, еще раз, пощерпнул, что человек, который очень жестоко пострадал, он – его семья. Вот хотя бы даже это, но, наверное, заставляет нас в целом уважительно относиться к его фигуре. Который, конечно, человек, который очень благородно себя повел в таких обстоятельствах, семья, глядя на лица которой, мы понимаем, что это не лица, а лики. И, понимаете, поэтому я считаю, что действительно можно обидеться. Но, понимаете, святые для нас – это как священный образ. Смотреть Матильду или не смотреть – каждый решит для себя сам. О положительном его воздействии на умы молодежи будет только в том случае, если после просмотра у зрителей появится желание узнать больше о нашей истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова